А депутаты окружного собрания с рабочим визитом посетили крупнейшие в округе предприятия по переработке мяса и крупного рогатого скота и северных оленей, а также по производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. Парламентарии осмотрели обновленную котельную и холодильные цеха. Завершилась встреча обсуждением основных производственных показателей, которые были достигнуты, а также проблем, с которыми сталкивается мясокомбинат. Руководитель мясокомбината Тамара Критская проводит экскурсию по территории предприятия. Первым делом показывает обновленную котельную. Здесь установлены паровые котлы импортного производства. На эти цели было затрачено 27 миллионов рублей. Это собственные средства предприятия. Вложения немалые, зато оправданы, поскольку позволяют существенно снизить расходы за потребление. В 2015 году мы сдали котельную, она была обновлена. Я уже об этом говорила. И этот год получил у нас 168 тысяч расходов меньше, благодаря тому, что сделали реконструкцию котельной. Заменили котлы. Более эффективно. Более эффективно, да. Надеемся еще на лучший результат. Но, по крайней мере, есть с чем уже сравнивать. Уходит меньше, платим меньше за газ. Основная проблема, с которой сегодня сталкивается предприятие по переработке мяса и производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, это собственная подстанция. И помочь в этом вопросе руководство мясопродуктов просит народных избранников. В свое время подстанции сделали инвестиционный проект. Но пока его делали с 2012 года, изменился закон федеральный в полном объеме. И когда запустили в 2015 году, то получилось, что мы на сегодняшний день понесли в 2016 году на 5 миллионов больше затрат, чем думали. Объясняю почему. Потому что федеральный закон, он говорит о том, что не по факту, а по нормированию берут с нас сейчас деньги электростанции, что у нас нет высоковольтной линии, не поставлен счетчик. Они считают, что фактические затраты они не могут брать, они по нормативу берут. Так сразу же хочу попросить, чтобы эту подстанцию передать с вашей помощью электростанции. Потому что она очень мощная, нам таких мощностей не надо. Избыточная, да? Да, да. Еще один производственный объект, который сегодня осмотрели окружные депутаты – холодильный цех, где хранятся туши для последующей переработки. Каждый такой холодильник вмещают по 200 тонн мяса. Всего холодильников 4. Мы постепенно завозим мясо с СПК. Пока мы завозим, мы перерабатываем. И поэтому мы Ижинский СПК завезли уже в апреле. У нас уже было все свободно. Но свободно было хозяйство. В свою очередь были инвестиции, выделенные на строительство холодильника на 500 тонн. Мы считаем, что это просто нереально его строить. 500 тонн холодильник – это очень большие затраты, и они лягут на себестоимость продукции. Руководство мясопродуктов предлагает перенаправить средства, предусмотренные на строительство холодильника, на другие цели. В частности, на подстанцию и очистные сооружения. Депутаты пообещали учесть эти пожелания. Мы хотели бы потом уже фиксировано, наверное, послушать, какие у вас основные цели, показатели, анализ финансо-хозяйственной деятельности и те вопросы, которые вас интересуют на текущий период. А мы эту информацию воспримем для того, чтобы уже в ходе работы над бюджетом на следующий год учли эти вопросы при бюджетировании, в том числе и вашего предприятия. Завершилась встреча в кабинете гендиректора. Тамара Критская рассказала парламентариям об основных показателях, которые были достигнуты на предприятии. А парламентарии пообещали продумать механизмы решения проблем мясокомбината. Ирина Нежалова, Александр Дуркин, Телеканал Север.